Монтаж поплавочной удочки для ловли жипца Здорово, здорово, народ! Каналасия Фоксовна расскажу про монтаж поплавочной удочки для ловли жипца. Поехали! Первое, что нам понадобится, это удилище. Удилище выбирайте индивидуально от того, где вы ловите. Как правило, в моем случае это универсальная, 5-метровая. Единственное, что в этом удилище я переделываю, это я переставил самое последнее колено. Я сделаю более жестким, потому что при ловле на жипца ловим все-таки хищника. Нужна определенного роста жесткости, чтобы пресекать крючком хищника. Далее берем катушку. Вот эта у меня очень-очень старая-старая катушка. Размер пятитысячный, очень много я на ней приловил. Сейчас мы ее сразу поставим. Все, установил. На катушках я использую леску 0,45 на 5 миллиметров. Ловлю я только на монофил. На жипца использую только монофильную леску. Можно ставить на ровплетенку, но я с таким не сталкивался, не видел. Я не говорил, что такого нету, но я просто этого не видел. Монофильная леска 0,45, любой фирмы, которая вам понравится, которая вам по карману. Далее продеваем леску, пропускаем ее в кольца. Пропустили леску. Далее нам понадобится поплывок. Попустим на хищника, на жипца. Я использую такие большие, то есть есть разнокалиберные. Размер поплывка зависит от того жипца, который вы будете использовать. Средний размер жипца, ну, грамм, наверное, будет 30. Я использую, как правило, вот такой поплывок. Это вот у меня прям, видавший виды. Везде и всюду я на него ловил. Здесь есть вариант оснастки, то есть я его доделал. Вот здесь была скользячка. Вот она. Такие поплывки надо устанавливать при помощи силиконовых стопоров. Но я его переделал при помощи проволочки и кембрика. Мне так легче, мне так удобнее. Но у меня в арсенале есть еще и другие поплывки, которые при помощи силиконовых стопоров устанавливаются. Сейчас я вам их покажу. Сейчас установлю. Так. Все поставим. Все, поплывок сделал. Дальше. Вот есть при помощи силиконовых стопоров. Это вот с такими вот ушками. Ушка, видно, надеюсь. Здесь ушко. Здесь есть просто вот такое отверстие через весь поплывок. Это специально для больших расстояний. Я брал на крупное озеро, на это жипца. Чтобы была повышенная парусность. Вот. Ветро его раздувало, утаскивал, как он дальше жипца по акватории. Взял с такими вот штучками. Тут много-много очень вариантов есть. Вот маленькие такие совсем. То есть там под уклеечку, под что-нибудь такое. Ну и вот такие совсем почти красивые поплавки. Это прям под мелко у жипца. Там совсем. Или поскорее, или еще что-нибудь. То есть вот такой. И вот такой. Леску пропускаете. И ловите. Вот такой вот. То есть все зависит от того места, где вы будете ловить. В принципе, больше-меньше. Ну и соответственно жипца, которого вы будете использовать. Вот поставили. Дальше нам понадобится набор грузил. Груз, как правило, ставлю я 2-3 грамма. Чтобы 3 грамма было, ставится для того, чтобы жилец не всплывал. Это очень-очень буквально на последнем выходе. На водоем не поставил грузку. И платва начала подниматься наверх. То есть платва не гуляет, не ходит. Она просто залезает наверх. И барахтается сверху. Устанавливаем грузки. Раз. Два. Ставим грузку. 2 грамма. В принципе, это для того, чтобы притопить жилца. Держать его под водой. Это, в принципе, достаточно средних размеров. 8, 10, 12 сантиметров. Примерно, не больше. Так что, если у вас там сидит кто-то крупный. Там карась, там 200-300 грамм. Соответственно, вам этого не хватит. Если вы водите сама какую-то крупную щуку дед. Тогда вам этого будет не хватить. Далее. Здесь идем по двум путям. Или ставим сюда дополнительно поводок. То есть, будь то металлический, будь то вольфрамовый, будь то еще какой-либо поводок, предотвращающий от повреждений леску. Я, как правило, если я ловлю на леску 0,5, 0,45, я поводки не ставлю. То есть, где-то щука до 1,5 килограмм, она, ну, не успевает она перетирать по практике. Перетирать леску 0,5 до того момента, как я его извлеку из воды. То есть, ну, про окна говорить, соответственно, тоже не приходится. То есть, он, естественно, не успеет. Далее берем крючок. В зависимости от того, как он оживет сгодом. Сможешь поставить большой, может поставить маленький. Я, как правило, ловлю или на карася. Бывает, то, что ловлю на бычка, на ротанай, ну, на мелкую. Сегодня мы поставим с вами вот такой крючочек. Сейчас завязываем его. КОНЕЦ Все, крючок завязали. Получилось у нас вот так вот. Вот. Ну, и получилась у нас, соответственно, вот такая снасть. Поплывок. Груз для того, чтобы жвец не всплывал. И, соответственно, сам крюк, на который мы будем ловить. Варианты насадки жвецов очень много. В зависимости от того, где вы будете ловить. Или это за ноздрю, или под верхний плавник. На стоячих водоемах, которых вот я сейчас этот монтаж сделал, на стоячем водоеме, это будет, конечно, за верхний плавник. То есть поперек рыбки. Подергивайте за середину и отпускаете. Он у вас везде ходит. А в зависимости от водоема, соответственно, выбираете у нас жвеца. То есть какая рыба преобладает мелко в этом водоеме, на ту и ловите. В принципе, все. Все очень просто, ничего сложного нет. Все. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Всем всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok